Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу вкратце описать непосредственно это модели АТС серии У и АТС СОХА и Стандарт, а также в АИП шлюзы модели непосредственно ТГ, ТА и ТЕ. То есть данные модели предназначены для различных конфигураций и соединений непосредственно с разными типами линий. На текущем слайде отображен пример, краткие модели АТС компании E-Star. Шлюзы также в АИП, такие как серии ТА аналоговые шлюзы, также серии ТГ, это GSM шлюзы и непосредственно серии ТА и ТБ, это АСДН шлюзы для работы с цифровыми линиями. Итак, рассмотрим линейку АИП АТС в MyPBX компании E-Star. Основным применением является данных видов АТС, это для связки непосредственно коммуникации, таких линий как FXO, ASDN 3i, YI провайдеры, мобильные сети GSM и МТС, и внутренних абонентов непосредственно при работе как IP-телефоны, так же и для коммуникации с корпоративными АТС, аналоговыми телефонами, факсовыми аппаратами, программными софтфонами и интеграции непосредственно с CRM-системами. На текущем слайде вам представлена непосредственно продукция компании E-Star, это MyPBX IP-ATS. Как вы видите, в правой стороне слайда отображено графическое изображение АТС, ее начинка. Стоит обратить внимание непосредственно на правую часть, если вы видите. Это непосредственно сама кроссплатформная часть, то есть называемый процессор, решающий ее. Левее отображена эта непосредственно сокетная часть для установки модулей различного типа подключений. И более левее отображена корзина для подключения установки непосредственно SATA на хранителе, для хранения информации. Также данная модель АТС имеет в себе несущий блок питания интегрированный. И что хочется отметить особо, то есть аппаратная часть, выполненная для данных моделей АТС, это построенный на процессоре TECHX Instruments, данные процессоры оптимизированные и более мощные. Также непосредственно станция построена на операционной системе IC Unix, на голосовом ядре DSP и программном коммуникационном ядре. Основными преимуществами являются надежность, простота настройки данных АТС, возможность непосредственно отладки, наличие веб-интерфейса на русском языке, наличие интерфейсных портов, как консольный порт, подключение по SSH и FTP и возможность работать с самим протоколом. Возможность также интеграции непосредственно с другими сетями и подсистемами. Основные характеристики являются полной локализацией интерфейса под каждый регион, также протоколы поддержки голосовой связи, такие как SIP, RFC 3261 и AX2, русифицированные голосовые сообщения, протоколы передачи данных в пакетах UDP, TCP и TLS, возможность сработать с голосовыми кодеками, такими как G711, GSM, SPIX, G722, G726, ADAP-PCM и G729i. Также поддержка видеозвонков в кодеках H.261, H.263, H.263P, H.264 и IMPACT-4. Также поддерживается режим работы протокола передачи цифр до набора в режиме DTMF IN-BAND, RFC 2833 и SIP-INFO. Стоит отметить основные возможности, что данные все модели АТС поставляются уже в коробки с наличием непосредственно дополнительных функций. И основных функций, которые не стоит уже дополнительно лицензировать, они имеются непосредственно уже в самой АТС. То есть входит в стоимость самой АТС. Такие сервисы, как AVR, это непосредственно сервис интеллектуального многоуровневого меню, то есть позволяющий непосредственно абоненту, позвонившему на АТС, произвести при помощи голосовых подсказок до набора номера вызвать внутренние абоненты, либо при помощи подсказки определенного нажатия клавиши перейти на какой-то непосредственный пункт меню. Также входит в комплект уже непосредственно сервис конференции, что очень удобно для непосредственно коммуникации внутренних абонентов, также объединение в группу звонка для общения с несколькими абонентами одновременно. Возможность создания групп обусловлена тем, что можно объединить непосредственно наших локальных абонентов в группу, организовывать непосредственно подразделения, такие как, например, сервисные центры, в которые можно совершить звонок входящий, и сразу будут вызываться несколько абонентов. посредством того, что группы могут работать на уровнях либо одновременных вызовов, либо по определению нагрузки. Возможность организования очереди. Это очень важный аспект, так называемый, это сохранение наших входящих звонков, то есть позволяющих непосредственно нам максимально сохранить входящие звонки, и уменьшить потерю клиентов, тем самым, что данные посредственно абоненты, которые позвонили к нам на АТС, могут находиться в очереди и ждать ответа абонента. Тем самым, мы уменьшаем риск потери входящих звонков. Сервис Callback. Данный сервис нам непосредственно очень полезен, в том смысле, что можно непосредственно при помощи данного сервиса заказывать при помощи АТС обратный вызов, экономить тем самым ресурсом. Сервис Голосовая Почта. Также немаловажная в данном перспективе работа, этот сервис Голосовой Почты, возможность приема непосредственно сообщений, факсовых сообщений и отправка их дальше непосредственно на e-mail, и также непосредственно можно текущим средствами АТС также хранить на себе сообщения входящих звонков абонентов и далее их прослушивать. Тем самым, мы сохраняем полезную информацию для нас. Следующий сервис называется у нас SMS на e-mail и e-mail на SMS. То есть данный непосредственный сервис позволяет при помощи АТС совершать прием непосредственно SMS-сообщений, тем самым их получать и непосредственно также их отправлять при помощи нашей АТС. Данный сервис очень удобный, в том случае, если, допустим, мы используем GSM-модули на наших АТС, мы можем принимать SMS-сообщения, отправка их в дальнейшем на нашу почту, например, и непосредственно также осуществлять SMS-рассылку, если как такова нам необходима. Данный следующий сервис – это мобильный внутренний номер. Данный сервис очень удобен. В таких случаях, например, мы можем не привязывать нашего внутреннего абонента к нашему позиционному месту работы. То есть для каждого внутреннего абонента мы можем добавить непосредственно его мобильный номер, привязать к его звонку, тем самым менеджер может, например, отлучиться от рабочего места и принимать непосредственно звонки. Данный сервис также очень удобен, в том случае, если у нас, допустим, есть мобильная группа специалистов. Например, он не находится в пределах офиса, но непосредственно при звонке на наш АТС, на нашу компанию, мы можем непосредственно также его перенаправить на сотрудника, независимо от того, где он находится. Итак, рассмотрим далее непосредственные возможности так называемого АТС MyPBX. Это, значит, непосредственно защита индивидуального доступа. То есть мы можем непосредственно на наш АТС создавать различные кабинеты, различные пользователи для доступа к нашу АТС с различными функциями. То есть непосредственно, помимо администрирования и прочего, то есть можно создавать кабинеты для каждого персонального пользователя, который в дальнейшем мы рассмотрим. Вкратце объясню, что наши внутренние абоненты смогут непосредственно получать доступ к АТС, к определенным функциям, для того, чтобы локализовать свои непосредственные потребности. То есть введите, например, статистику звонков, либо прослушать свои записи. Также стоит отметить, что данный АТС имеет возможность настройка сетевого экрана, что не очень маловажно. То есть мы можем непосредственно регулировать правилами блокировки, то есть использовать определенные правила защиты нашей АТС при работе в сетях. Также является огромным аспектом это наличие непосредственно функции, такого как резервирование. То есть мы непосредственно можем при иерархии наших двух АТС, например, создавать дублирующие станции, которые в случае отказа одной станции, мы всегда можем обеспечить доступ к внешней связи, либо обеспечить внутреннюю связь за счет того, что у нас будет дублирующий АТС. Наличие сервиса, такого как КОС. Данный непосредственный сервис нам обеспечивает наиболее оптимизированное прохождение звукового трафика, что обеспечивает тоже наиболее лучшими режимами работы. Режимы, такие как VLAN, непосредственные режимы, которые нам обеспечивают возможность создания своей сети, внутрисетевой на АТС. И непосредственно стоит отметить наличие режима работы с сервисом DDNS. Данный сервис позволяет организовать работу АТС без неименее так называемого статического белого адреса при помощи организации в нем работы с указанием внешнего динамического имя ДНС. Стоит отметить то, что данный АТС непосредственно имеет возможность иметь модификацию. То есть данный АТС оснащен непосредственно сокетными модулями, которые позволяют им производить модификацию. То есть мы можем приобрести АТС и в дальнейшем производить модификацию под наши необходимые нужды. Либо изначально, то есть модифицировать ее заказ, или непосредственно в дальнейшем ее уже модифицировать под измененные нужды. Тем самым есть в наличии непосредственно такие модули, как интерфейсные. Объясню сразу так, чтобы было более понятно. Данный модуль устанавливается внутрь АТС, если мы видели в предыдущем слайде, что имеется сокетное гнездо, на которое устанавливаются данные модули. К примеру, в данном слайде указаны вам непосредственно сами эти модули. Все модули, стоит что обратить, имеют свою цветовую гамму. То есть производитель непосредственно учел факт того, чтобы было более индивидуально понятно, не только по названию самих модулей, но и по цветовой гамме, чтобы можно было проще их различать. Стоит отметить, что, например, тот же самый модуль О2, это модуль для организации наших двух каналов связи FXO линий, внешних аналоговых линий. Он выполнен непосредственно, если обратить внимание, в красной цветовой гамме. Например, модуль тот же самый S2 для организации двух аналоговых линий FXS, наших внутренних оппонентов аналоговых, он уже выполнен в зеленой цветовой гамме. То есть мы видим, что это более удобно и структально понятно нам не только из-за названия, но и по цветовой гамме. Можно их различать. Итак, следующий модуль SSO. Для чего он предназначен? Данный модуль имеет гибридное состояние, то есть он позволяет нам подключить как одну аналоговую городскую линию, так и непосредственно одну внутреннюю линию абонента FXS. Но его особенностью является то, что если в случае отсутствия питания на АТС, данный модуль работает в режиме Switch, и он переключает непосредственно городскую линию на аналогового абонента, то есть работает в режиме Switch. Это очень удобно в случае, если, допустим, организация осталась либо АТС без энергоснабжения, то линия у нас всегда есть в аварийном режиме рабочая, то есть которую можно использовать для совершения как принятия звонков, так и для совершения исходящих вызовов. Итак, следующий модуль – B2. Данный модуль предназначен для организации на АТС двух линий BRI. Следующий модуль – GSM. Данный модуль предназначен для подключения одной GSM-линии, то есть мы можем использовать GSM-операторов. И следующий модуль у МТС – это модуль для организации непосредственно одной линии у МТС в формате. Стоит обратить внимание на одну особенность, что данный интерфейс E1 для организации цифровых потоков, таких как E1, T1 и G1, он идет интегрированный в АТС, то есть он не имеет сокетного подключения, он уже идет в предустановке самой АТС. То есть каждая модель, допустим, модели такие как U300, U510 и U520, они уже оснащены непосредственно интерфейсным портом E1, то есть они идут интегрированными. И так далее. На текущем стадии предоставлена демонстрация непосредственно, как производится в кратком примере установка самих модулей. То есть, как вы видите, здесь не требуется каких-то особых навыков для установки. Стоит просто учесть, что специфики безопасности нужно соблюдать при установке. Это соблюдение установки сокетных мест посадочных, то есть, как вы видите, на левой части указано, что малый ряд устанавливается в позиционном гнездо с малым количеством посадочных гнездо и непосредственно наиболее обширное, то есть устанавливается на более длинное посадочное гнездо. И также нужно учесть, что главным нюансом все монтажные работы должны производиться при полностью отключенном от питания и от линий соединительных, от АТС, дабы избежать каких-то возможностатических напряжений либо электрического замыкания. Итак, далее. На текущем слайде представлены таблицы иерархии самих АТС. Вкратце объясню. Здесь представлен просто модельный ряд их возможностей и непосредственно их позиционирование в иерархической таблице. То есть на низком ступени находится модель такая, как IP-АТС SOHO, которая позволяет на себе организовать внутри пользователей абонентов наших до 32, и организация совершения одновременных вызовов до 15 звонков. Далее видим по ступеньке выше, это модели такие, как стандарт и У100. Данные модели уже позволяют на себе организовать до 100 абонентов внутренних наших и до организации одновременных вызовов до 25. И так далее. То есть далее у нас идут модельный ряд, это У200 и У300 IP-АТС, которые уже У200 имеет возможность организовать на себе до 200 абонентов, У300 до 300. Также данные модели позволяют совершать до 50 одновременных вызовов. И высшую цепочку занимают модели, это У500. То есть данные модели уже позволяют на себе организовать до 500 внутренних абонентов и совершать до 80 одновременных вызовов. Так далее. Что является основным отличием в MyPBX? Это возможности организации количества внутренних абонентов, число одновременных вызовов, разговоров, наличие количества слотов расширения, количества аналогов цифровых линий и режимы записи разговоров. И такие важные нюансы, как FromFactor. Рассмотрим далее по модельным. Итак, на данном текущем слайде представлена модель АТС MyPBX SOHA. Как вы видите, данная модель исполнена настольным исполнением, то есть она выполнена в пластиковом корпусе, имеет на своем базе это наличие 1 LAN и 1 LAN порта, интерфейсы подключения до 4 FXS и FXO и до 4 BI линий. Стоит отметить, что данная модель АТС не позволяет на себе устанавливать GSM модули. Имеет два слота расширения для установки модулей расширений, также позволяет совершать до 15 вызовов и организовать на себе до 32 внутренних абонентов. Следующая модель представлена, это MyPBX стандарт. Данная модель уже имеет более расширенный интерфейс, также выполнена в пластиковом корпусе, имеет настольное крепление, непосредственно имеет наличие на себе 1 LAN и LAN порт, интерфейсы слоты расширения до 8, возможность подключения до 16 FXS и FXO абонент, до 8 GSM, то есть данная модель уже позволяет нам устанавливать на себе GSM модули и до 8 BI линий. Также имеет возможность организовать на себе до 100 внутренних абонентов и совершать до 25 одновременных вызовов. Итак, далее рассмотрим модель ATS, это IP ATS E-Star MyPBX U100. Что стоит особо отметить? Это, в первую очередь, наличие уже функции автоматически запись разговора, далее мы уже ее рассмотрим, и выполнена данная модель ATS уже построена на процессоре TECHS Instrument, что позволяет организовать более мощные процессы выполнения на самой ATS. То есть, как вы видите, данный ATS уже выполнен в металлическом корпусе, имеет возможность на себе нести крепление в 19-дюймовую стойку, в наличии имеет крепление, также уже имеет возможность организовать на себе до 100 внутренних абонентов, совершать одновременных вызов до 25, слотов расширения до 8, и возможность установки модуля расширения до 16 FXS и FXO линий, до 8 GSM, до 8 BRI, и наличие на себе интерфейсного порта, это USB. Для чего он нужен? Он необходим для того, чтобы подключать внешний USB накопитель для хранения информации. Также имеет наличие, прошу обратить внимание, акциальных входов и выходов 3,5-дюймовых. Для чего они нужны? Аудиовход непосредственно нужен для того, чтобы записывать на ATS аудиофайлы, аудиовыход для совершения непосредственного оповещения громкой связи. То есть, через данный порт можно производить оповещения по громкой связи, используя активные колонки. Например, хотим мы оповестить, например, каким-то сообщением внутри офиса. И так далее. На текущем слайде представлена модель U200, внешне они очень похожи. Данная модель уже позволяет организовать на себе до 200 внутренних абонентов. Совершать одновременных вызов уже до 50. Также имеет наличие 8 слотов расширения для установки модулей расширения и организации до 16 FXS, FXO линий, до 8 GSM, до 8 BRI. Также имеет наличие 1 USB порт для подключения внешнего USB накопителя. Наличие аудиовходы и аудиовыходы для тех же самых функций, что и на U100, непосредственно для совершения записи аудиофайлов и производить оповещение по громкой связи. Также имеет наличие 1 WAN и LAN порт, корпус выполненного в металле и позволяет крепиться на 19-дюймовую стойку. Сразу обращу внимание, что модели U серии непосредственно выполнены на Techo Extruments процессоре и имеют наличие автоматическую запись разговора. и так далее. Модель E-Star MyPBX U300. Данная модель выполнена в компактном виде, то есть модель также имеет возможность крепиться на 19-дюймовую стойку, имеет наличие переходники и крепления для стоек. Данная модель позволяет уже на себе организовать до 300 внутренних абонентов, совершать до 50 одновременных вызовов. Данная модель, хочу обратить внимание, уже ограничена возможностью модификации. То есть данная модель уже имеет на себе интегрированный порт для подключения по PRI, организации для потока E1, T1 и GI1, также несет на себе уже два интегрирования порта для подключения двух аналоговых абонентов внутренних, FXS, имеет наличие один USB порт для подключения внешнего USB-хранителя и наличие аудиофода и выхода. Для тех же самых функций, что и у 100 и у 200, это запись аудиофайлов и совершение повышения по громкой связи. Также имеет наличие один WAN и один LAN порт, выполненный в металлическом корпусе. модели E-Star MAP-BX U500 серии. Стоит отметить, что данная модель уже имеет более продуктивную весть, то есть она позволяет на себе организовать до 500 внутренних номеров, совершает до 80 одновременных вызовов, также имеет непосредственно интерфейсы, посадочные модули до 8, также организация на них до 16 FXS либо FXO линий, до 8 GSM линий, до 8 BRI, наличие одного USB порта, также для подключения внешнего USB накопителя. И стоит отметить, что данные модели U500 серии уже имеют возможность подключения до двух SATA дисков с возможностью организации их в рейт 0. То есть мы уже имеем возможность организовать более емкость для хранения нашей информации на АТС. Также имеет наличие один WAN и LAN порт, выполненный в металлическом корпусе и с возможностью скрепления на 19-дюймовую стойку. И так далее. Текущий слайд вам предназначен для краткой демонстрации. Здесь указаны непосредственно таблицы иерархии серии 500, соотношение цены и наличие портов подключения. То есть, как мы видим, самые дешевые из данной модели это MyPBX U500, то есть она не имеет на наличии подключения порта E1. Далее идет 510, чтобы просто понимать различия между ними. Она имеет на наличии E1 порт 1 и идет выше, это уже модель U520 с наличием уже двух портов для подключения потока E1. И так, как я вам говорил, основным нюансом является наличие функции записи разговоров на уже имеющейся на самих АТС. Это запись разговоров. Что стоит отметить? Что, допустим, модели такие, как SOHO и STANDARD, они непосредственно выполняют запись разговоров только при инициализации по команде старкода. То есть, непосредственно данный АТС для того, чтобы произвести запись разговоров, нужно выполнить абонентам нашему локальному АТС команду старкода для осуществления записи разговоров. Также данная модель оснащена встроенную флеш-памятью с возможностью сохранения до 4000 минут разговоров при максимальной компрессии в кодеке JSM. Стоит отметить все главное, что запись разговоров только осуществляется при звонках с внешними трактами линии. То есть, при разговорах между внутренними абонентами запись разговора не будет вестись. Итак, справа представленные модели у серии MapBX, они оснащены уже автоматической записью разговоров. То есть, все станции имеют наличие уже автоматической записью разговоров. Есть некоторые отличия, возможности для того, чтобы сохранить запись разговоров. данные АТС, допустим, модели У100, У200 и У300, они могут хранить как на сетевые папки, то есть, есть возможность указать сетевой доступ к внешней сетевой папке, куда будут непосредственно сохраняться запись разговоров, либо на USB накопитель, подключенный к USB интерфейсу. Модели серии У500, 510, 520, они также имеют возможность сохранить информацию на сетевую папку, USB накопитель и на установленный жесткий диск SATA. Данная модель АТС, помимо того, что имеет автоматическую запись разговора, позволяет записывать разговоры не только с внешними абонентами и внешним трактом, но и при звонках внутри локальных абонентов. Итак, рассмотрим. Основными так называемыми направлениями являются это управление и дополнительные возможности. То есть, данная АТС, как я вам говорил ранее, имеет возможность разграничить доступ. Это организация на АТС панель управления через веб-интерфейс для администрирования. Также панель отдельная имеется для входа в администрирование записи разговоров, создание личного кабинета для каждого пользователя возможностью и непосредственно отдельная панель для ведения статистики просмотра звонков. Также есть возможность организации доступа к АТС по СССР, и ПФТП, организации межсетевой экрана, то есть, непосредственно создавать свои правила блокировки и работу в сетях, централизированная настройка абонентских устройств по функции автопровижн, наличие возможности отказа устойчивости организации, резервного копирования и возможности создания журналов подкладки, что немаловажно. Итак, на текущем слайде представлен краткий пример, как выглядит непосредственно веб-интерфейс панели администрирования. То есть, мы видим здесь у нас наличие много закладок, то есть, функциональных закладок настроек, так выглядит панель администрирования. Они неко выполнены в одинаковом стиле, но имеют ограниченные функциональности и возможности доступа к настройкам АТС. На текущем слайде представлена панель доступа для настроек записи разговоров. То есть, как мы видим, здесь указано у нас уже, видите, в нерком колонте отсутствуют дополнительные вкладки. Есть определенные вкладки для управления записью разговоров. Здесь мы можем проводить настройку, указать, на что сохранять записи разговора, то есть, указать либо сетевую папку-интерфейс, либо USB-хранитель, либо SATA. Далее, в кратком слайде представлен пример, это также управление записью разговоров. То есть, мы здесь видим, приведен пример подключенного нашего USB-устройства. То есть, мы можем производить непосредственно форматирование, очистку, функции безопасного извлечения для сохранения информации на нашем устройстве без потери данных. Также мы видим здесь информацию об устройстве и видите непосредственно таблицу сравнения, то есть, указано, какой дисковый пространт и приблизительно непосредственно количество часов для записи разговоров будет использоваться. И так далее. На текущем слайде представлена панель для доступа пользователей, то есть, мы можем организовать нашим локальным абонентам панель доступа. Для чего она необходима? Например, мы создали наших абонентов и хотим, чтобы каждый абонент мог, например, прослушать свои записи разговоров, то есть, как-то модифицироваться, да, и также вы можете посредственно в данной панели управлять своими некими услугами. Например, вот как вы видите, да, здесь отображено записи разговоров, например, мы видим, здесь были произведены звонки, есть удобная посредственно панель для фильтрации, то есть, поиска событий, также есть возможность регулировки настройки своей голосовой почты, настройки режима работы абонентов. Итак, как я говорил, для каждого пользователя можно создать свой личный кабинет непосредственно через веб-интерфейс вход. Что позволяет непосредственно абоненту, это, во-первых, защита по доступу в личный кабинет, либо по его номеру, либо для предварительно созданного пин-кода для входа в личный кабинет. Также он может управлять голосовой почтой, прослушивать запись разговоров, непосредственно уставлять пользу сельские настройки, такие как параметры при адресации, привязка внешнего номера, называемый так мобильный номер, режим ожидания, и непосредственно включить в себе режим не беспокоить ДНД. И так далее. На текущем слайде представлена веб-панель для просмотра статистики звонков. То есть панель более ограниченной возможностью. Здесь мы можем непосредственно как вы видите также используя удобную панель фильтрации, производить определенную фильтрацию поиска звонков, то есть произвести статистику, то есть отчет, просмотр. Для чего необходимо это, это в принципе очень обыскивается, кому нужно допустим собрать краткую статистику, с какого-то например абонента сколько совершено звонков, или посмотреть детализацию непосредственно своих звонков, на какие номера больше чаще происходило, ну и более расширенные для каждой специфики потребности. итак, на текущем слайде представлены это возможности такие, как при работе с MyPBX и Start, это во-первых работа по SSH, что нам позволяет, это во-первых производить изменение конфигурации, то есть создание кастомных настроек для работы от ES, потом позволять нам непосредственно в онлайн режиме производить отладку, то есть ввести логирование просмотров логов и совершать настройки непосредственно в онлайн режиме неких функций, которые могут быть допустим, например, недоступны через веб-интерфейс. Такой режим как FTP, для чего он необходим? Ну, мы также можем предварительно создать, например, на компьютере кастомные файлы настроек и дальше, чтобы их непосредственно загрузить на TS, мы подключаемся по FTP и загружаем конфигурационные файлы. Также мы можем производить загрузку аудиофайлов звуковых для таких сервисов IWR, например, либо подмен, например, стандартных аудиофайлов, которые у нас проигрываются. И непосредственно мы можем через FTP ресурс производить выгрузку файлов для конфигурации и самих логов. То есть журналы, которые производились, системные журналы, которые ввели информацию, статистику, звонков, либо непосредственно сами события для дальнейших рассмотрений или передачи в службу, допустим, технической поддержки. Итак, на текущем слайде, как мы видим, как вкратце, допустим, работает система наша на АТС, система защиты в сетях. В первую очередь, стоит отметить, что данный АТС уже имеет предустановленные правила блокировки, то есть набор правил из коробок. То есть достаточно абонента подключить непосредственно АТС в сеть, и она уже имеет стандартные правила блокировки для защиты от злоумышленников. Далее, есть возможность выставлять правила поручной настройки, то есть непосредственно свои, создавать правила, интересующие для данного каждого пользователя АТС, администратора, правила автоматической защиты и таблицы блокировки. То есть, как мы видим в нижних двух примерах, указано, что мы можем создать свои правила, определенные, при которых условиях будет, допустим, блокировать абонентов, злоумышленников, так называемые, и, допустим, правила, при которых наш АТС будет пропускать через свою систему защиты необходимые пакеты для работы с нашей АТС, для организации в АИП-связи. Но также стоит отметить, что при работе с параллельными уже имеющимися предустановками, стоит отметить нюанс, что есть такие правила, как, например, блокировка АИП-адресов, называемый блоклист, и в случае, если, допустим, на АТС будет обращение по определенным портам и транспортам, допустим, более 40 запросов в 2 секунды, данный АТС произведет их блокировку и поместит данный АИП-адрес в черный список. Соответственно, для того, чтобы не произошла такая блокировка в случае необходимости, нужно соблюдать нюансы, то есть число запросов не должно превышать более 40 в 2 секунды. То есть нужно учесть, что вы, как подключаетесь через веб-интерфейс и администрировать АТС, вам нужно создать правила, при которых АТС не будет блокировать, например, ваших абонентов АИП. Либо непосредственно добавить непосредственно свои АИП-адреса администрировающие, которые вы производите на настройку АТС, чтобы она вас также не заблокировала. Итак, далее. Наличие сервиса так называемого автопровижн. Автопровижн – это автоматическое управление конфигурацией телефонов либо шлюзов. Смысл этой данной функции заключается в том, что, находясь в одной сети, оборудование, имеющее у себя функцию автопровижн, в широковещательных пакетах вещают запросы. Наш АТС видит непосредственно у себя, распознает эти запросы, видит непосредственно устройство, отображает их в Мак-адрес, опрашивает по Мак-адресу и определяет производителя и может определять также тип самого телефона, то есть модерин. Данная настройка позволяет непосредственно на АТС выставить уже определенные предустановки для абонентов либо для ваип-шлюзов и при помощи применения она отправляет также текущие правила настройки через сервис автопровижн на данные аппараты. Тем самым позволяет администратору не бегать по всему офису, не подходить к каждому аппарату, подключаться удаленно, а достаточно всего на все наличие, используя функцию автопровижн, произвести настройку на саму АТС, далее она их применит для самих аппаратов. сайт сайт позволяет нам организовать такую функцию, как, допустим, отказоустойчивость, локальное резервирование, что это дает нам? Имеем, допустим, у нас в АТС две абсолютно аналогичные одинаковые АТС в полной одинаковой конфигурации, в которой, допустим, схемы вам представлены, это вот мы рассмотрим при работе в локальной сети. Мы имеем две АТС, у которых физически разные АТС, но они имеют виртуальные одинаковые адреса. В такое позиционирование они производят опрос друг к другу каждые две миллисекунды. В случае отказа одной основной АТС, данный АТС начинает широковещать по виртуальному АТС, и наши локальные абоненты начинают работать с резервной. Это очень удобно в случае, если у вас вышла из строя основная АТС, наш офис всегда останется при работающей связи, используя резервную АТС. То есть не нужно бегать администратору, переподключать, коммутировать АТС, и производить перенастройку для того, чтобы организовать связи. То есть у нас всегда есть рабочая связь. Также функции глобальной резервирования. стоит отметить особенностью, то, что, например, и как выполнено в этом слайде, показан пример, у нас также имеется, находясь в одной сети, две АТС, также абсолютно одинаковые, которые зарегистрированы на одном ВАИП-операторе. Ну, например, объясню, произошла ситуация, АТС, основная, которая у нас вышла из строя, или, допустим, у нее произошло непосредственно отключение внешнего рамка соединения с интернет, и она не получает непосредственно ответы от оператора. Соответственно, дублирующий АТС резервный также опрашивает основную АТС и понимает, что она не получает ответы от оператора, то есть она непосредственно не получила никаких ответных запросов и начинает сама отправлять оператору данные текущие запросы. То есть данный АТС имеет одинаковые настройки, в текущем, если, допустим, основная вышла у нас из строя, либо не получает ответы от оператора, начинает работать резервный. Тем самым, переключившись, если у нас на запросы не приходят ответы более 60 секунд, то начинает работать резервный АТС и она работает с оператором, организовывая нам также внешнее соединение для внутренних абонентов при работе с СИП внешним оператором. Также стоит отметить наличие такого функции как MyTwins. Это система резервного восстановления. Для чего она необходима? То есть в случае, если у вас произошел какой-то крах либо сбой при работе с ПО на самой АТС, есть возможность всегда восстановить АТС к заводским настройкам, то есть работоспособующим. Непосредственно эта функция выполняется за счет чего? То, что на АТС сохраняется всегда заводская прошивка дефолтную на защищенном секторе памяти памяти АТС. То есть в случае, допустим, если вы производили обновление, например, либо в каких-то условиях произошел сбой ПО, и вы не можете подключиться по веб-интерфейсу, вам нужно срочно восстановить АТС, то есть в работоспособующие состояния. Достаточно произвести при помощи кнопки Reset, то есть Factory Reset АТС к заводским настройкам. После чего АТС будет он доступен так же как по заводскому состоянию. Так далее. Также стоит отметить, что данный АТС непосредственно позволяет администратору производить запись системы журналов и непосредственно снимать сетевые логи с АТС. Для чего это нужно? В случае если у вас возникли какие-то проблемы или что-то не так происходит по коммуникации можно непосредственно снять с АТС системные журналы логи или снять сетевой трафик, как мы видим на текущем слайде. Мы можем снять интересующий нас сетевой лог при работе с сип-оператором либо непосредственно с нашими локальными IP-абонентами и например предоставить службу технической поддержки для решения возникшей вопроса. Данный сервис очень необходим потому что некоторые допустим модельные какие-то так называемые просторах вейп-телефонии АТС например не позволяют внутри себя произвести снятие логов. Данная функция уже в АТС имеется и она непосредственно обусловилась тем, что достаточно только через веб-интерфейс нажать кнопочку старт предварительно если вас интересует фильтрация каких-то IP-адресов после совершения каких-то тестовых звонков при которых возникает проблема нажать стоп и сохранять то есть мы уже имеем на борту у себя пикап трейс лог так называемый снифер которым можно передать службу технической поддержки для рассмотрения проблем не нужно для этого приобретать какие-то дополнительные коммутаторы с функцией зеркалирования и подключить дополнительные действия телодвижения для организации снятия сетевых логов и так далее стоит отметить что также на борту у себя уже несут предустановленные модули интеграции то есть непосредственно для работы с такими вещами как MyPBX клиент модуль MyBill модуль Hotel и панель Telephony 1S то есть модели АТС серии могут работать с дополнительными модулями интеграции такими как я уже сказал MyPBX клиент и непосредственно модуль MyBill модуль Hotel и панели Telephony 1S более детальной про такие функции можем ознакомиться далее уже в других вебинарах по функционалу и непосредственно можно ознакомиться с документацией мы на этом останавливаться не будем зацикливаться просто скажу что модели серии уже имеют возможность установить на себе таких модулей и так особенностями является это возможно совместимость при работе с такими аппаратными частями клиентские как E-Link аппаратные части такие как SNOM компания Cisco Grandstream Polycom Astra Funville Essence Siemens Linksys Digium и Audiocodex то есть на данное оборудование производилась проверка работы на совместимость работы APATS также были произведены интеграции с такими SIP провайдерами представляющие в АИП телефонии как Казак Телеком МТТ Ростелеком Задарма и многие другие как представлены на текущем слайде то есть с данными провайдерами производилась успешная интеграция и они выполняются но это не говорит о том что не работать с другими просто на данных провайдеров были предоставлены полностью проверки по совместимости работы соответственно с другими SIP провайдерами также аналогично работает ну если максимум может быть за исключением какие-то особенности настроек у специфического провайдера так давайте отметим основные преимущества IPATS MyPBX в первую очередь что отметить непосредственно это надежность высокое качество исполнения широкая функциональность наличия легкость в управлении наличие веб-интерфейса и наличие других портов подключения также основным аспектом является три года гарантия декларация EAS декларация федеральных агентств связи России США и Евросоюза также наличие сертификата лаборатории защиты наличие документации и инструкции также технической поддержки и наличие сервисных центров то есть данное решение MyPBX это оптимальное решение для построения систем телефоней как малого так и среднего бизнеса также основным преимуществом является наличие сервисных центров по обслуживанию как гарантийным так и не гарантийным в 20 городах России как вы видите на текущем слайде представлены это Москва Санкт-Петербург Владивосток Владимир и многие другие города которые позволяют непосредственно разграничить сферу обслуживания ну вот мы рассмотрели линейку MyPBX IPATS E-Star прошу вас задавать вопросы в чате Дмитрий вам будет отвечать а мы пока переместимся дальше к рассмотрению такого продукта как Vaib шлюзы компании E-Star линейки NeoGate и так как мы видим на текущем слайде у нас представлены три вида линейки Vaib шлюзов это NeoGate серии TA для работы с аналоговыми линиями далее SIP приключения NeoGate линейки TG это для работы GSM и SIP каналами и непосредственно NeoGate линейки TE и TB это для работы с ISDN и PREI цифровыми каналами E1 B1 и дальше организацию сеть SIP Итак на текущем слайде как мы видим у нас отображены модельные серии TA NeoGate шлюзы как мы видим здесь у нас верхний ряд это модели TA400 TA410 стоит отметить что модели TA400 это исполнение настольного настольное исполнение выполнено для подключения 4 FXS линий модель 410 это модель предназначена для подключения 4 FXO линий городских также модель TA800 для организации 8 каналов FXS линий и TA810 для организации 8 FXO аналоговых линий также выполнено настольным исполнением также ниже прошу обратить внимание это модели серии NeoGate TA1600 данная модель предназначена для организации 16 FXS внутренних абонентов подключения аналоговых выполнена она уже непосредственно в стоечном креплении для 19 дюймового стоек модели TA2400 также для 24 FXS абонентов 24 FXS порта также имеет возможность крепления в 19 дюймовую стойку модель TA3200 для организации подключения 32 FXS линий также имеет возможность для установки в 19 дюймовую стойку крепления что стоит отметить основными особенностями аналоговых шлюзов это полная совместимость и поддержка такого продукта как BrowdSoft простой и легкий веб-интерфейс по настройке связь с веб-сервером по SIP и AXEN протоколам организация голосовых меню для базовых настроек сетевой экран то есть также настройки сетевых интерфейсов и правил блокировки поддержка работы по протоколу Asterix API возможностей откладки и мониторинга по протоколу NCH SMP и ведения логов поддержка сети статических THSP клиент непосредственно работы с PPOE сетями настройка Firewall VLAN DDS организация COS работа с статическим NAT и организация стан серверов так же как и говорил ранее то есть она данная серия линейка имеет возможность как настольного исполнения так и стоечного для крепления 19 дюймового стойку поддержка коммуникации коммуникации таких как RG11 и RG21 15-ти пиновые подключения TELCO либо как просто народе еще называют его амфинол и так далее на текущем слайде представлен краткий пример панели настроек допустим портов FXS более расширенно можно посмотреть в инструкции как они выглядят и так как мы видим здесь у нас указаны основные настройки то есть мы видим здесь это возможность организации прописать номер для каждого FXS порта то есть настройки подключения к определенным SIP-линиям дальше правила создания указания DIT-номеров возможность организации горячей линии прописки номеров то есть установки настройки регулированной таймера для срабатывания флеш то есть команду так называемого удержания продолжительность работы канала и возможность дополнительных настроек это непосредственно в которых мы можем организовать режимы ожидания режимы DND выставлять то есть непосредственно указывать время вызова устанавливать настройки по передрессации также настройки громкости регулировки и возможности установления параметров как колер-ID сигнализации и детекции номера то есть включить поддержку режимов с факсами ну и многие другие на текущем стадии представлено то есть как например те же самые серии шлюзов мы можем также ввести статистику и смотреть то есть происходящее вернее видеть статистику самих звонков которые проходили через наш шлюз как вы видите также есть удобная панель для совершения фильтрации и определения так называемых наших звонков поиска и как сама таблица отображающая непосредственно прохождение самих звонков то есть мы здесь видим столбцы которые определяющие время то есть от кого кому пришел источники то есть это непосредственно откуда из какого порта или с какого сервера пришел звонок непосредственно и кому был на какой порт предназначен видим мы также продолжительность длительность и также непосредственно сами видим статус то есть исходящий исходящий вызов допустим был совершен был ответ или не был ответ на текущем слайде представлена таблица сравнения то есть она в принципе очень удобно будет для дальнейшей реализации продукции то есть мы можем просто кратко из нее понять верхней шапке указан модельный ряд самих шлюзов и дальше посредственно протоколы поддержки и работы какие функции сервиса поддерживаются но на них задерживаться мы не будем в дальнейшем можете при повторном посмотрении вебинара то есть ознакомиться с ними так текущие мы подошли к текущему рассмотрению это ваип джессм шлюзы серии тг данные шлюзы непосредственно предназначены для работы с джессм линией дальше организации посредством подключения по ваип каналам либо сив линии что стоит отметить то есть данный модельный ряд тоже имеет ряд неких внешних исполнений то есть как на примере модели тг 100 это компактная модель для организации одного джессм канала дальше с подключением ваип линий то есть она имеет компактное исполнение для так называемых настольных решений далее мы видим на примере как модель тг 200 данная модель уже обусловлен подключение до двух джессм каналов организации далее например модели уже тг 400 это уже для организации четырех джессм каналов модель тг 800 для организации 8 джессм каналов и модель тг 1600 что стоит отметить что данная модель ваип шлюзы в базе она имеет непосредственно подключение до 8 джессм но имеет возможность расширения до 16 джессм линий при подключении модуля расширения ястар джи 8 то есть как мы видим ниже данный модуль посредственно использует установку интеграцию в платформу шлюза тг 1600 до организации 16 джессм линий то есть является как панель расширения так основными возможностями ваип джессм шлюзов это является терминацией посредственно ваип звонков в джессм из джессм ваип также наличие веб-интерфейса для настройки поддержка непосредственно джессм стандартов 850 900 1800 1900 режимы сип-сервера сип-регистрации и организации ваип-транков также возможности приема и отправки смс сообщений групповая отправка смс балк смс возможности предупреждения о балансе создание фильтрации номеров организации черного списка ограничение по продолжительности вызова отображение статуса канала и звонков введение журнала детализации звонков организация мастеризации звонков по минимальной стоимости возможность работы с протоколом API для совершения рассылки смс и команд отправки ссд также есть возможность организации сетевого экрана предупреждение об атаках и отправка их на email либо через смс и введение непосредственно самих системных журналов отчетов что стоит учесть что данная модель еще поддерживает работу с таким программным продуктом как mysms данный продукт предназначен для того чтобы производить более простые функции по приему отправки и рассылке смс сообщений и так как мы видим на текущем слайде представлен у нас это веб-интерфейс то есть отображение как пример самих регистраций GSM модулей у нас как мы видим здесь видно на примере GSM канала 1 например у нас сейчас статус свободен зарегистрирован тип сигнала здесь мы видим какой оператор его обслуживает также мы можем непосредственно через веб-интерфейс производить выключение определенных модулей можем произвести перезагрузку в случае допустим если у вас произошли какие-то изменения на операторе он требует перезагрузить непосредственно GSM модулы как говорят что для применения каких-то настроек текущих или включения функции или нового тарифного плана нужно перезагрузить телефон то есть не надо перезагружать целиком шлюз достаточно через веб-интерфейс перезагрузить сам модуль также можем его редактировать при помощи кнопки управления для редактирования здесь мы также можем через веб-интерфейс производить поиск сообщений которые проходили через наш шлюз исходящие или входящие видеть их статистику то есть также есть панель для фильтрации производить непосредственно комментарии то есть мы можем нажать клавишу редактирования и произвести допустим редактирование текста которое пришло нам через смс и так как я говорил данные шлюзы поддерживают работку с таким программным продуктом как веб-центр смс то есть смс-центр что позволяет данный программный продукт он устанавливается непосредственно на ПК позволяет нам производить более упрощенные приемы и отправку смс через шлюзы отправку смс на основе предварительно созданных шаблонов то есть можно создавать шаблоны для рассылки отправка смс на основе предварительно фиксированного текста то есть ну опять же также это шаблонами массовые рассылки смс запланированные по времени по расписанию то есть отображение результаты отправки смс то есть статус доставлен или нет немедленная отправка смс то есть набор вручную также позволяет непосредственно создавать отдельную учетную запись для администрирования, управление контактами и объединение их в группу, отображение статуса SMS, также возможность создания учетных записей для пользователей и возможность разделения прав доступа пользователей к различным подключенным шлюзам. Также позволяет непосредственно хранить на себе журнал действий по управлению приложением SMS. То есть данное приложение нам более детально облегчает по работе непосредственно работы с SMS-ками через данные шлюзы, более расширенный функционал и более удобный, не требующий постоянного подключения к шлюзу через гоп-интерфейс, отдельный ПРО. Итак, на текущем слайде опять представлены таблицы сравнения, то есть значения самих модельных рядов АТС и непосредственно, то есть какими обладают они данными функциями. Также внизу представлена непосредственно мощность потребления, то есть сами блок питания, какие они ресурсы используют. Также остановиться мы не будем на данном слайде. Для ознакомления можно будет повторно посмотреть вебинар для более детального рассмотрения этого таблицы сравнений. Итак, мы подошли к рассмотрению следующего модельного ряда, то есть это ВАИП-ПРА и шлюзы ИСТАР-ТЕ100. То есть данные шлюзы являются непосредственно интеграторами с цифровыми сетями и передачей их в АИП-ТРАНК. Как мы видим на чекущем слайде, представлена модель ВАИП-шлюз непосредственно ТЕ100, что стоит отметить, что данный шлюз выполнен на процессе техэкстремент. На борту он имеет непосредственно один порт подключения по Е1 каналу, то есть он может организовать подключение по Е1, Т1, G1. Далее он организовать C-прокси для IP-телефонии, то есть подключение на себе IP-номеров и транслировать потоковый тракт, то есть уже для внутренних IP-абонентов. Также имеет на себе один ВАН и ЛАН порт, организация работы с сетями, такими как DHCP, Static, Firewall, VLAN, ДДНС, выполнил в металлическом корпусе и как мы видим в верхнем углу, то есть краткая схема, как организовываться непосредственно само подключение. То есть у нас есть провайдер, который предоставляет нам цифровой канал, Е1, например, далее он там организует связь с внешними абонентами различного типа и у нас есть интернет, в котором мы организуем непосредственно подключение уже с нашими с сетевыми, так называемыми, конечными абонентами, IP-телефонами и более другие. Либо мы наоборот можем организовать свою внутреннюю связь какую-то, мы имеем АТС, который имеет блок проключения у нас по потоку Е1 и внешний провайдер, который организует связь по ВАИП с внешним миром. На текущем слайде представлена модель ТЕ200, то есть данная модель уже имеет на борту у себя два порта Е1 для организации двух каналов подключения по потоку Е1, также организация C-прокси для IP-телефонии, непосредственно один VLAN и LAN-интерфейс для подключения к сети, также работа с сетевыми протоколами, корпус выполнен в металлическом исполнении. Также данная модель построена на процессоре техэкстримент, то есть для организации более мощных ресурсов и емких, организации отработки ВАИП-связи. И, соответственно, дальше мы видим такую же схему, аналогично, как мы можем организовать связь, на примере, также имея один Е1-транг подключения либо в нашу, либо во внешнюю сеть, и, с другой стороны, организация ВАИП, то есть это непосредственно либо провайдеры, либо наша локальная сеть, в которой будут работать абоненты. Итак, на текущем слайде у нас представлен ВАИП-шлюз БРИАЙ, это TB-400. Данная модель шлюза предназначена для организации по каналам соединения до 4 БРИА-линий. В базовой поставке данной модели идет с двумя БРИАЙ, то есть расширяется дополнительным модулем ВАИП-2, как мы видим на текущем слайде. Также построено исполнение процессора тех экструмент. Имеет возможность также организоваться сипрокси для IP-телефонии и непосредственно имеет наличие один порт интернет, то есть один LAN-порт. Также может работать с такими сетями, как ДИХСП, и статик, фэрвол, волан, ДНС. Данная модель выполнена в железном корпусе. Модель не имеет возможность крепления в стоечную стойку. То есть данная модель выполнена для настольного решения. Итак, мы рассмотрели непосредственно модели линейки гибридных IP-ATS, MAP-BX, E-Star и ВАИП-шлюзов серии ТА, ТГ и ТЕ, ТБ. Итак, какие же перспективы у нас ожидают в 2015 году? Стоит отметить, что на начало первого квартала, то есть или конец, мы ждем от компании E-Star. Это аналоговый шлюз на 16 FXO портов. Также ожидается появление в первом квартале АТС полностью аналоговый, это N824. Данный АТС предназначен для коммуникации с 8 FXO линиями и 24 FXO абонентами. Что стоит отметить, что данный АТС будет полностью являться аналоговым, то есть иметь возможность настройки через веб-интерфейс, но она будет для организации именно только аналоговой связи. Также в первом квартале ожидаем непосредственно выход программного продукта для платформы EOS. Это клиент MAP-BX. И также во втором квартале мы ожидаем выход программного продукта для платформы Android клиент MAP-BX на смартфоны на платформе Android для подключения к АТС MAP-BX. Также в втором квартале ожидается выход непосредственно такого решения, как Cloud Managed System. Это облачная система управления, комплексная система управления АТС. И непосредственно ожидаем в третьем квартале это появление такой АТС, как Heavy Duty IP PBX. Данная модель, что стоит отметить, будет очень такой прогрессивной мощностью, то есть для организации большого количества подключения внутренних абонентов и непосредственно организация в АИП сетями. И она будет непосредственно выполнена для работы с ВАИП. То есть и будет возможность организовываться для дальнейшей работы с аналоговыми частями, но только непосредственно коммуникации через ВАИП-каналы. То есть данная модель АТС, она будет предназначена полностью для подключения ВАИП, именно интерфейсно. Итак, всю информацию, которая вас заинтересует, вы можете, в принципе, посетить наш сайт и в разделе, допустим, поддержка, посетить разделы базы знаний, либо скачать файлы, то есть можно скачать наши документации по продукции, и непосредственно, если в базе знаний есть тоже какие-то краткие документации по работе. То есть данные разделы пополняются, расширяются, всегда можно обратиться на нашем сайте и исчерпать информацию. Итак, на текущем слайде указаны адреса для посещения через сайт, телефон для контакта, и непосредственно адрес почтового ящика для обращения поинтересующего вас вопроса, если вам нужна какая-то поддержка. Итак, спасибо большое за внимание. С вами был Александр Лопатин. Спасибо, что вы посетили наш текущий вебинар, просмотрели информацию, ждем вас в дальнейшем на следующих вебинарах, и также мы не покидаем еще в ближайшее время площадку, ждем ваших обращений в чате, мы постараемся еще ответить на ваши обращения, в текущем чате будем отвечать на вопросы. Итак, спасибо большое за то, что вы посетили наш вебинар. Спасибо. 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 Спасибо.